Известный писатель писал «Война и мир». В великом и могучем китайские студенты уже делают успехи. Вот и самый известный в мире русский писатель им, конечно, знаком. «За войну и мир» в оригинале, правда, взяться пока не отважились, но другой роман Лю Нань прочла уже не раз. Она Калинина. Читали? Читали. Книга очень большой и трудно. Ну, что сказать, первый раз читать нужно, трудно понимать, но через два раз, три раз нужно понять. 200 тысяч слов в русском языке было еще в середине 19 века, когда создавлялся словарь «Даля». С таким богатством неудивительно, что толстовские предложения порой занимают целую страницу, где и причастные, и причастные обороты, повторения от них и тех же слов. Язык не гладкий и не выхолощенный. За то самое, что ни на есть русский. Он стремился настолько объяснить свою мысль, объяснить так, чтобы пробить какую-то коросту и на уме, и на сердце читателя, что он писал длинными фразами. Нажимаешь на эту фразу, а компьютер говорит, поищите здесь стилистическую ошибку. На самом деле у Толстого настоящий живой язык, такой, какой он, собственно говоря, должен быть. Откуда же такое мастерское владение русским языком? Ответ – ни дня без слова. Не секрет, что с Казани у писателя связывает учеба в университете. Но не все знают, что именно здесь он начал писать дневники, которые вел до конца жизни. Ежедневная работа над слогом и положила начало шедеврам, которые ценят по всему миру. Вот это ощущение, что человек весь виден Толстому вообще как на ладони, что Толстой пишет про Наташу Ростова, а на самом деле пишет про тебя, оно не связано с какой-либо национальностью, со страной, оно вообще возникает у любого человека. Вот каким образом это происходит? Ну это гений. Эту технологию не узнаешь. Одна только война и мир заняла шесть лет писательского труда. А кроме эпопеи еще пять романов, десятки повестей, рассказов и пьес. В национальной библиотеке сочинения Льва Толстого хранятся в 90 томах. Здесь и публицистика актуальна до сих пор. Рассуждения о нищете, власти и народе, пустоте газет, напечатая их по другим именем, сойдут за современные. А в книгах целая философия любви к миру и к людям. Непротивление злу насилием – основа толстовского учения. Оно продолжает проповедь «Ударили по одной щеке, подставь другую, ведь иначе зла будет только больше». По его романам, кстати, рекордное количество сериалов и кино, от советского до голливудского. Русские характеры и русское слово на экранах и в центре внимания иностранцев. Я люблю вас. За что? Любовь не задает вопросов. О любой русский человек Толстого знает с самого детства. И так все поколения читаем, мыслям и говорим на нашем родном. Война и мир, как же самое главное его. Анна Каренина, очень много у него хороших. Они учат добру, милосердие, по-моему, о смысле жизни задуматься. Очень душевно, можно прочувствовать именно то, что он сам чувствовал, ну и как бы на себя тоже это проецируется. Он очень глубоко пишет, и у него очень крайне описание картины, и природы, и характер человеческий. Хотела издавать ЕГЭ по литературе, поэтому прочитала «Войну и мир телеком». Сложно тем, что там есть французские слова. Французский Толстой тоже знал совершенствия. Понимать мог еще 13 языков. При этом сам он писал, когда хочешь говорить по душе, ни одного французского слова в голову не идет. Как ни говори, а родной язык всегда останется родным. Редактор субтитров А.Семкин